Письменное деление на трехзначное число Письменными приемами деления на трехзначное число Совершенствовать вычислительные навыки и умение решать задачи Ребята, посмотрите на следующее задание Для выполнения данного задания вам нужны знания таблицы умножения Воспользуйтесь методом подбора Слушаем внимательно меня и про себя диктуем правильный ответ Чему равно частные чисел? 4208 и 526 Чему равно частные чисел? 4208 и 526 Проверяем Число 945900 уменьшить в 100 раз Проверяем, ребята Делимое 738 Делитель 246 Чему равно частные? Проверяем 2544 разделить на 424 Думаем Следующее Чему равно частные чисел? 2472 и 309 Проверяем Насколько нужно разделить число 639, чтобы получить 213? Проверяем Проверяем Молодцы У вас все хорошо получается 2496 уменьшим в 213 раз Проверяем Во сколько раз число 214 меньше числа 856? Проверяем Ребята, решая данные примеры, мы повторили с вами деление на трехзначное число методом подбора Обратите внимание Рядом с результатами примеров записаны буквы Составьте из этих букв слово Какое слово у вас получилось? Проверим Молодцы Это слово скорость А теперь следующее задание Расположите дроби в порядке возрастания Будьте очень внимательны Давайте проверим Какое же слово у нас получилось? У нас получилось слово движение Значит, скорость – это движение Ребята, что такое движение? Движение – это перемещение в нужном направлении Запомните, движение, скорость – это ключевые слова нашего урока А математическая разминка – это движение мысли Вы, наверное, догадались Сегодня на уроке мы будем решать задачи на движение Ребята, а какие три величины характеризуют движение? Давайте вспомним их Скорость, время, расстояние Давайте вспомним, с помощью каких формул мы находим скорость, время и расстояние Для того, чтобы найти расстояние, необходимо скорость умножить на время Для того, чтобы найти скорость, необходимо расстояние разделить на время Для того, чтобы найти время, расстояние разделим на скорость Ребята, эти величины между собой все очень взаимосвязаны Очень важно знать взаимосвязь между компонентами Вывод Очень важно знать взаимосвязь между компонентами А сейчас давайте вспомним, как называется расстояние, на которое сближаются движущиеся объекты за единицу времени Называется скорость сближения Следующее, как называется расстояние, на которое удаляются движущиеся объекты за единицу времени Скорость удаления Что происходит с расстоянием между движущимися объектами при встречном движении и при движении вдогонку Расстояние, ребята, уменьшается Что происходит с расстоянием между движущимися объектами при движении в противоположных направлениях и при движении с отставанием? Расстояние, ребята, увеличивается А сейчас, ребята, давайте решим задачу Из двух городов, расстояние между которыми 70 километров Выехали одновременно в противоположных направлениях два автомобиля Один из них шел со скоростью 100 километров в час Другой 80 километров в час На каком расстоянии будут автомобили через 4 часа после выезда? Ребята, о чем задача? Задача об автомобилях, которые едут в противоположных направлениях Расстояние между ними увеличивается или уменьшается? Конечно же, увеличивается Мы знаем, что скорость удаления – это расстояние, на которое удаляются объекты за единицу времени В нашей задаче объекты – это автомобили Скорость одного 100 километров в час и 80 километров в час Мы можем узнать скорость удаления? Да, для этого надо сложить скорость одного автомобиля со скоростью второго автомобиля И мы узнаем скорость удаления То есть за один час автомобили удаляются друг от друга на 180 километров Нам известно, что в пути они были 4 часа 4 часа – это время их пребывания в пути Зная скорость удаления и время Что мы можем найти? Мы можем найти расстояние, которое будет между ними через 4 часа Для этого умножим скорость удаления на время И мы получим расстояние, которое будет между автомобилями через 4 часа Итак, мы узнали, что за 4 часа автомобили проехали 720 километров Давайте посмотрим на чертеж На нем видно, что автомобили выехали не из одного пункта А из двух городов, расстояние между которыми уже 70 километров Да еще они проехали расстояние 720 километров Теперь мы можем ответить на вопрос задачи Для этого мы сложим расстояние, которое они проехали за 4 часа С расстоянием, которое уже было между ними изначально И мы узнаем, что расстояние между двумя автомобилями через 4 часа составило 790 километров Запишем ответ Через 4 часа после выезда между автомобилями будет 790 километров Следующее задание – тест В чем измеряется скорость? Посмотрите внимательно и выберите для себя правильный ответ Проверяем Какое слово пропущено? Чтобы найти скорость, надо расстояние разделить на время Молодцы! Следующее Какое слово пропущено? Чтобы найти время, надо расстояние разделить на скорость Пешеход за 4 часа прошел 16 километров С какой скоростью двигался пешеход? Пешеход двигался со скоростью 4 километра в час Скорость поезда – 60 километров в час Какое расстояние проедет поезд за 4 часа? За 4 часа поезд проедет 240 километров Сегодня на уроке мы закрепили знания, связанные с умением решать примеры На деление, в делителе которых трехзначное число А также умение решать задачи на движение Дома я предлагаю вам выполнить на странице 74 номер 291 В этом задании вам необходимо будет решить примеры на деление И выполнить проверку Проверкой к действию деления является действие умножения Я думаю, вы очень хорошо помните об этом И решить на этой же странице задачу под номером 293 На этом наш урок окончен Спасибо за внимание До новых встреч! Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами проведем урок русского языка для учащихся 4 класса Тема урока – обобщение полученных знаний о глаголе – урок 2 Сегодня на уроке мы с вами вспомним, что такое спряжение глаголов и как его определить Загрепим знания о правописании безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени Повторим разбор глагола по составу Постарайтесь продолжить фразу Глагол это Глагол обозначает Изменение глаголов по лицам и числам в форме настоящего и будущего времени называется По личным окончаниям глаголы делятся на две группы К первому спряжению относятся Исключения Ко второму спряжению относятся Глаголы исключения Четыре глагола на И семь глаголов на Проверьте себя Глагол это Самостоятельная часть речи Глагол обозначает Действие предмета Изменение глаголов по лицам и числам в форме настоящего и будущего времени Называется Спряжением глаголов По личным окончаниям глаголы делятся на две группы Глаголы первого спряжения и глаголы второго спряжения К первому спряжению относятся глаголы, которые заканчиваются на Ать, Еть, Оть, Уть Исключения составляют брить и стелить Ко второму спряжению относятся глаголы, которые в неопределенной форме Глаголы оканчиваются на Ить, кроме брить и стелить То есть имеют суффикс И, перед ТИ Глаголы исключения составляют Четыре глагола на Ать, Слышать, Гнать, Держать, Дышать И семь глаголов на Еть Смотреть, Видеть, Ненавидеть, Терпеть, Обидеть, Вертеть и Зависеть Выполним упражнение Прочитайте Ставим пропущенные буквы В мае все лесные жители поют и играют Чистыми голосами поют соловьи Скрипят жуки и кузнечики Барабанят дятлы, свистят флейтой иволги Лает лисица, кашляет зазуля, воет волк, ухает филин, жужжат шмели и пчелы Ставим пропущенные буквы и объясним орфограммы В мае все лесные О, тоже буква сочетания ула Следующее предложение Скрипят жуки и кузнечики Барабанят дятлы, свистят флейтой иволги Свистят, пишем букву И, проверочное слово свист Безударное гласное в корне слова Лает лисица, пишем букву И, проверочное слово лис Безударное гласное в корне слова Дальше все буквы у нас на месте Скажите мне, о чем этот текст? Верно, о весеннем пробуждении Написал ее Виталий Бианки Проверяем спряжение глаголов В мае все лесные жители поют и играют В этом предложении у нас два глагола Глагол поют Это глагол первого спряжения Глагол играют Начальная форма, что делать? Играть, глагол первого спряжения Чистыми голосами поют соловьи Здесь тоже глагол поют Он является глаголом первого спряжения Скрипят жуки-кузнечики Скрипят Это глагол второго спряжения Барабанят дятлы, свистят флейтой иволги Здесь два глагола Барабанят и свистят Барабанят Начальная форма, что делать? Барабанить Это глагол второго спряжения Свистят Глагол второго спряжения Лает лисица Лает Начальная форма, что делать? Лаять Глагол первого спряжения Кашляет Кашляет козуля Кашляет Начальная форма, что делать? Кашлять Глагол первого спряжения Воет волк Воет Начальная форма Выйть Глагол первого спряжения Ухает филин Ухает Начальная форма, что делать? Ухать Глагол первого спряжения Жужжат. Шмели и пчелы. Жужжат. Глагол второго спряжения. Сделаем вывод. Чтобы определить спряжение глаголов, сначала надо выяснить, имеет ли глагол окончание ударное или безударное. Если глагол имеет безударное личное окончание, мы должны поставить его в неопределенную форму и действовать по правилам. Теперь давайте вспомним, что нужно сделать, чтобы правильно написать безударное личное окончание глагола. Первое. Надо определить время, лицо, число глагола. Мальчик бросает мяч. Настоящее время, третье лицо, единственное число. Мальчик бросит мяч. Будущее время, третье лицо, единственное число. Второе. Поставить этот глагол в неопределенную форму. Что делает? Бросает. Что делать? Бросать. Что сделает? Бросит. Что сделать? Бросить. Третье. Определить спряжение глагола. Посмотреть, на что оканчивается неопределенная форма глагола. Проверить, не относится ли глагол к глаголам-исключениям. Бросать. Первое спряжение. Бросить. Второе спряжение. Четвертое. Вспомнить окончание глагола этого спряжения в нужном лице и числе и написать окончание. Бросает. Окончание. Ед. Третье лицо, единственное число. Первое спряжение. Бросит. Третье лицо, единственное число. Второе спряжение. Подведем итог урока. Сегодня на уроке мы вспомнили, что такое спряжение глаголов и как его определить. Закрепили правила правописания безударных личных окончаний глаголов. Домашнее задание. Выполните упражнение 245 на странице 116. Рассмотрите схемы данных слов. Скажите, что можно узнать об этих словах и к какой части речи они относятся. Подберете слова, которые соответствуют данным схемам. На этом наш урок завершен. Спасибо за внимание. Здравствуйте, дорогие четвероклассники. Сегодня я приглашаю вас в страну, которой нет на карте. Для каждого эта страна будет своя. Для одного она будет огромной и необъятной, а для другого – маленькой и уютной. Но для всех она будет разной и неповторимой. Попробуйте догадаться, о какой стране я говорю. Правильно, эта страна – фантазия. О каком авторе-фантазёре шла речь на прошлом уроке? Выберите правильный вариант. Евгений Вилтистов, Виктор Драгунский, Кир Булычёв. Проверьте. На прошлом уроке мы говорили о Кире Булычёве. Давайте вспомним биографию автора и проведём мини-тест. Настоящая фамилия Булычёва. Вилтистов, Можейка, Громов. Игорь Вселдович родился в Москве, Ельце, Петербурге. Кем не хотел стать в детстве? Геологом, математиком, художником. Где он работал переводчиком? В Европе, Азии, Америке. Сравните свои ответы с правильными и оцените себя. Ребята, в каком жанре Кир Булычёв писал свои произведения? Правильно, фантастическом. Как называется повесть об умной и сообразительной девочке? Путешествие Алисы. А как вы считаете, в этом произведении о чём хотел сказать Кир Булычёв своим читателям? Давайте на этот вопрос мы попробуем ответить в конце нашего урока. А сейчас подумайте, о ком идёт речь. С ней всегда что-нибудь случается, но все её приключения пока кончались благополучно. Она полезный в экспедиции человек, умеет ухаживать за растениями и почти ничего не боится. Верно, это Алиса. Ребята, какими качествами, по вашему мнению, она обладает? Выберите слова, характеризующие Алису. Добрая, злая, любопытная, любознательная, грубая, преданная, доверчивая, хитрая, жестокая, внимательная, наблюдательная. Проверьте. Уверена, что вы очень внимательно прочитали главу кустики. И думаю, в этом задании у вас не возникли затруднения. А сейчас выберите, пожалуйста, слова, которые не встречаются в этой главе. Космокатер, чемодан, механик зелёный, кают-компания, профессор Громов, Алиса, иллюминатор. Правильно. В этой главе не встретились слова чемодан и профессор Громов. Они появились в рассказе «Приключения электроника». В тексте вы прочитали следующее предложение. Кустики раскачивали ветвями, стараясь не упустить ни капли влаги, и блаженно вздыхали. Найдите соответствие картинки и предложения. Проверьте. А теперь давайте поработаем над содержанием и ответим на вопросы из текста. Ребята, от чего имени ведётся рассказ? Верно, от имени папы. Что необычного произошло на корабле? Совершенно неожиданно запели кусты. Что особенно взволновало героев? Их взволновало то, что кусты пошли в наступление. Найдите в тексте отрывок, где говорится об этом. Давайте проверим. В дверном проёме показались кустики. Зрелище было и на самом деле ужасное. Кустики вылезли из полного песку ящика и, тяжело переступая на коротких уродливых корнях, двигались на нас. Они шли полукругом, покачивая ветвями. Бутоны раскрылись и среди листьев горели, словно зловещие глаза, розовые цветы. Прочитайте выделенные слова и подумайте, какой приём использует автор. Вылезли, переступая, двигались, шли, зловещие глаза. Верно. Это приём олицетворения. Автор наделил кустики свойствами живого существа. Как вы думаете, что изменилось бы в произведении, если бы писатель не использовал данный приём? Правильно. Не было бы нужного эмоционального эффекта. И в нашем воображении не было бы такой яркой и образной картины. Как вы считаете, Алиса испытала страх? Скорее, она была очень удивлена. Какое же решение далее приняла Алиса? Она решила помочь кустикам, полить их, то есть сделать для них что-то доброе. А как повели себя кустики в ответ на помощь Алисы? Кустики раскачивали ветвями и блаженно вздыхали. Ребята, а не созрел ли у вас ответ на наш вопрос? Что же хотел сказать автор своим читателям? Какие есть предположения? Чтобы убедиться в верности ваших предположений на этот вопрос, давайте зачитаем последних два абзаца рассказа на странице 156. С тех пор кусты мирно жили в ящике с песком. Только один из них, самый маленький и непоседливый, часто вылезал из ящика и подстерегал нас в коридоре. Шелестел ветками, напивал, выпрашивал воду. Я просил Алису не перепаивать малыша, и так уж вода сочится из корней. Но Алиса его жалела и до самого конца путешествия таскала ему воду в стакане. И это еще бы ничего, но как-то она напоила его компотом. И теперь кустик вообще никому прохода не дает. Топает по коридорам, оставляя за собой мокрые следы. И тупо тычется листьями в ноги людям. Разума в нем не на грошь, но компот любит до безумия. Как относится автор и наши реальные герои к кустикам? Они относятся к ним, как к обыкновенным людям, которым нужна помощь и забота. Ребята, многие писатели в своих произведениях обращаются к теме заботливых отношений между человеком, животными или растениями. Один из них, французский летчик и писатель Антуан де Сент-Экзюпери, написал замечательную книгу «Маленький принц». В этой книге много интересных мыслей, которые стали крылатыми выражениями, известными во всем мире. Одна из них звучит так. Мы в ответе за тех, кого приручили. Я думаю, что это выражение может быть правилом не только главы кустики, но и нашей жизни. Домашнее задание. Рассказать историю кустики от имени Алисы. Урок окончен. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова